Всем-всем привет, с вами Кейн, и сегодня мы продолжаем проходить крафт The World. Сегодня мы начнём прохождение второго мира, который называется Земля Зимних Небес. Этот мир уже будет чуть-чуть посложнее того мира, который мы прошли. Он по размерам уже средний, это снежный мир, погодные явления также умеренные, типография горная, там, по-моему, была холмистая, да. И сложность средняя, не знаю, что-то зависит от сложности, увидим. Ну и давайте начнём. Я играл чуть-чуть в этом мире, буквально 5 минут, смотрел, как вы делите. Так, а вот первый наш гномик, ох ты какой. В зимней шапочке. Что за шапка, что тебе шапка даёт? Греет уши? А, начальная одежда, в которой появляется новый гном, понятно. Он скалолаз, неплохо. Так, что мы будем делать в первую очередь? Конечно же, надо сразу же получить... Сразу же время ускоряют. Нам сразу же надо получить второй уровень. Так, как тебя отпустить? Второй и желательно даже, знаете, третий уровень. Один гномик тут ничего, в принципе, не сделает. Так, не слишком быстро. Нам нужно дерево, нам нужны камни, нам нужна гора. Какие милые создания. Но нет, на самом деле, вот эти вот, вот этих чудиков, я не знаю, как они называются, пока их не добавили бестиарий. Но мы их будем очень-очень сильно ненавидеть, потому что это здешняя альтернатива гоблинам. Вот, новое существо, нам их показали, нет? Нет, нам показывают ледяного зверя, который не представляет серьёзной опасности. Этот опасный зверь служит источником мяса и шкуры для изготовления кожаных вещей и доспехов. Замечательно, мы запомним. Что это за звуки были? Так, ладно. Срубите дерево, замечательно. Вот гора, на которой мы будем добывать камни. Давай-ка мы тебя откроем сюда портал и вперёд. Пошёл копаться. Кстати говоря, у нас скоро апнется левел, давайте поэтому потратим всю ману. На этот портальчике будем здесь добывать камни. Как только добудем камни, ну там две штуки вроде бы надо ему, мы сделаем первую кирку. Это, я так понимаю, альтернатива курице. Так, давай, приятель. Отлично, прокопать тоннель. Второго уровня сирнопка не хватает, жаль. Так, что можем сделать? Палку, дубинку и каменный топор. Такого себе. Ладно. Кажется, ему нужна кирка. Причём очень-очень сильно. Второй уровень сразу? Отлично. Гномика дали, тотем дали и смолу дали. Так, а где мой второй гномик? Ребят. Так, ладно, где-то шастает. Кто это такое? Фин. У нас компания из Фоина и Фина. Фин тем временем плотник. Ну окей. Шапку ему не дали, зато дали ботиночки. Не маленький, но тоже ничего. Окей. Хорошо. Так, ребят. Давайте-ка вы будете добавлять, наверное, камни. Причём так активненько. Вот это всё добудем. А там уже будем смотреть, что дакан. Я очень сомневаюсь в том, что в этом мире нам удастся сделать дом из камней. Каменный дом. Потому что здесь... Хотя можно попробовать, ладно. Не будем загадывать наперёд. Интересно, скоро эти Чубаки решат нас атаковать? Я надеюсь, что нет. Ладно, два гномика явно не отобьются. Нам нужно минимум три гномика. Давайте смотреть, что нам нужно, чтобы нам дали нового гномика. Новая технология. Простые инструменты. Технология обработка дерева и зарышите дом. Ну, до этого нам ещё явно не скоро. Хорошо. Давайте вооружать наших гномиков потихоньку. Два топора. Дерево нам тоже очень сильно понадобится. Хотя бы для того, чтобы освоить технологию. Так, шишки. Не интересуют пока. Кирка. Можем сделать ещё одну кирку? Да, можем. Заговорили, как-то можно разбирать некоторые вещи. А, кажется, вот так. Ну ладно, мне пока нет смысла разбирать эту кирку. Мне она нужна. Так, ладно. Финн, держи кирку, держи топор. Правда, ещё пока отбиваться нечем. Ну, будут отбиваться что-то топором. Сколько там повреждений? Двенадцать. А у кирки... Киркой не отбиться. Понятно. Книжка повара. Тринадцатое издание. То, что мы любим, да? Так, почему ты падаешь? Ты же скалолаз вроде. Приятель. На неточки пошли. Замечательно. Портал у нас, конечно, не открыть так неудобно. Наверное, хуй. Этот пол хп, наверное, потеряют, пока будут лазить туда сюда. Так, знаете что? Один из вас должен быть... Должен заниматься, наверное, заготовкой леса. Зима всё-таки холодно. Топить нам придётся. Да ладно, чуть-чуть. Ну, дерево нам в любом случае понадобится. Причём очень-очень сильно. Так. Хорошо. Технологию мы всё ещё не освоили. Дубинки можем сделать? Нет, не можем. Не хватает дерева. Говорят, на F-ке можно скорость менять? Да, можно. Ну, как-то я привык, на самом деле, в этой игре вас наморудовать. Мышка. У меня тут клавиатура вообще задвинута. Ладно, посмотрим. А тем временем наступает первая ночка. Ребята, вы же не ночные жители? Вы же ночью спать будете, да? Нападать не будете? А я там с копьями, с луками. Такие, знаете, серьёзные, на самом деле, противники. И чё-то я начинаю опасаться своим дномиком. Давайте-ка сделаем им, наверное, всё-таки дубинки. Для первой ночи. Освоили. Технологию замечательно. Так, что меня беспокоит, так то, что скоро у нас будет третий уровень. Нам снова создадутся, хотел сказать. Нам снова восстановят ману, поэтому давайте потратим имеющуюся ману. Откроем здесь портальчики. Пусть они ими пользуются. Так, никто у нас не нападает, нет? Нет. И надо, на самом деле, начинать уже думать о нашем убежище. Из чего, во-первых, мы будем его делать, а во-вторых, как мы его будем делать. А чё-то мне кажется, что в этом мире из камней делать не вариант. Убежище. Камень, конечно, всегда хорошо. Доступный и прочный строительный материал. 8 единиц. Но, во-первых, каменный домик мы строили в прошлом мире. И мне хочется какого-нибудь разнообразия. Хочется построить из чего-нибудь другого ещё. Например, из льда. Да? Почему бы нет? Чукчин дом. Ну, посмотрим, что вообще из себя представляет лёд, мне кажется. Он не очень прочный. Но в этом мире... Ой-ой-ой. Ёть. Но в этом мире, мне кажется, домик из льда очень хорошо, так скажем, вольётся в этот мир. Сольётся с этим миром. Хе-хе-хе-хе. Ладно, неважно. Глупости начинают кинь нести, как обычно. Здесь, кстати, могилки ещё. О, да. Вот они, могилки. Пошли, скелеты. А из чего вы тут строите? Из самих себя, что ли? О, отлично. Третий уровень. Где мой гномик? Дайте мне третьего гномика. Мне тут уже добиваться надо. Отлично. Вот и мой третий гномик. А, Рафур. Кстати говоря, о гномиках забыл своих вооружить. Так, держи дубинку. Держи дубинку. А кто к нам пришёл? Рыбак пришёл. Рыбак. Рыбак, значит, да? Интересно, а где он тут будет рыбачить-то? Тут воды-то толком нету в этом мире. Сейчас я ещё поищу, конечно. По-моему, здесь не было воды. Так, Рафуру нужна кирка, конечно же, ещё. Магический свет. Одно из самых, по-моему, бесполезных заклинаний в этой игре. Я им почти не пользовался. Так, ладно. Рафур. Держи дубинку. Держи кирку. И давайте все в оборону. У нас сложность средняя в этом мире. Но я не думаю то, что... То, что скелеты будут сильнее. Да, они такие же слабые, как и... Какими были и в первом мире. Кости. Оставшиеся от существ кости можно использовать для изготовления простых факелов. Отлично, я как-нибудь этим займусь. А что со льдом, ребят? Никто не отправился добывать лёд? У нас порталов, конечно, открыто. Ну, это они не смогут добыть сейчас. Ладно. Пускай останется пока. А, духи уже летают, да? Так, ладно. Я, кстати говоря, хотел из дерева в своё время построить дом. Но из дерева, насколько я помню, строить его нельзя. Да, нельзя стену поставить. Печаль, беда. Окей, ладно. Понятненько всё с вами. Факелы. Мне пока не нужны факелы. Так, таблички. Вот, мне понравилось. Мои гномики случайно не зашли вот сюда, вот к этим ребятам. Раз. А с этой стороны... С этой стороны вроде бы всё безопасно. Нету никаких серьёзных угроз. Вот, кстати, океан. Тоже льдом, что ли, покрыт? Нет, вроде. В общем, у меня такой вопрос появился. Где вообще наш рыбак будет рыбачить? По идее, тут нет нигде водоёмов. Только океан. Может быть, конечно, можно создать искусственный. О, книжка плотника, да? А, нет, это кузнеца. Сойдёт. Ой, да ладно. Ставьте вы в покой этих духов. Что можем одеть? А, книга кузнеца, да. Но у меня пока нету ни кузни, ни котелка, чтобы готовить что-то. Поэтому я не буду изучать все эти книжки. Так, а вот и лёд к нам пришёл. Который, кстати, из чего-то можно делать. Можно растопить для получения воды. Шесть единиц прочности. Такое, кстати, себе. О, железка. Шесть единиц камня. Камень 8. А знаете что? Есть такая идея. Первый этаж мы сделаем из камня. Но всё-таки он получает наибольший урон. Больше всего всё впитывает. Вся стена так вот. Хотя. Знаете, вот эта прочность, она такой себе параметр. Потому что фактически стены нам ломали редко. Ну, или вообще пытались ломать стены. В основном, весь удар, ну, приходился на двери. То есть, когда монстры приходили к нашему дому, они ломали двери. Они не ломали стены и всё прочее. Но, в любом случае, мы не сможем, наверное, сделать первый этаж из льда. Льда по одной простой причине. Я здесь не вижу больше льда. Вот здесь, то есть, немного льда. И где-то, наверное, ещё там. Ох ты, снежок падает, да? Засыпает всё. Понятно. Может, у меня тут тоже дырку засыпешь? Нет, не хочет. Хорошо. Лёд или камень? Лёд или камень? Так, ладно, давайте подумаем для начала, какой вообще у нас будет дом по размерам. Я думаю, вот отсюда. И где-то вот досюда. Да. Вперёд, ребята, работать. Ау. Тут провал у нас. Ладно, сделаем лестницу. Будет спуск в шахту, если что. Даже, знаете, даже вот так, даже вот так. Давайте не поскупимся и сделаем большой дом. Очень большой. Правда, с ним намучимся потом. Ну, да ладно. Я не хочу, чтобы мой домик выглядел как... В первом сезоне прохождения Краунс Ворда. Я не знаю, смотрели вы его или нет. Но там он был такой, как ёлочка. Перевёрнутая ёлочка. Фига он, наверное, написал, но... В общем, представьте себе две перевёрнутых лестницы. И... Который... Одна идёт в одну сторону, другая в другую. Вот, примерно, так и выглядел мой дом. Ну, на всех случаях, если так прям станет любопытно... Извиняюсь. Можно открыть последнюю серию первого сезона и там... Посмотреть, как это всё выглядело. Так, ладно. Как вот это чудовида, кстати, зовут? Я что-то... Как-то не обратил внимания на это. Бестиарий. А никак его не зовут. Это просто ледяной зверь. Замечательно. Опа. Книжка лесоруба. Что надо. Знаешь, вот, ты у меня плотник, ты у меня будешь ещё и лесорубок, наверное. Окей? Окей. Так, снег там можем ставить? Да, снег можем ставить. Отлично. Полы будут снежные. Что-то я, конечно, наверное, переборщил маленько с размерами своего дома. Но мне хочется, чтобы он был именно такой. С размахом. Гномик будет, в общем, у нас от всей русской души. Гномиков останется только здесь в шапке-ушанке. И тогда всё будет вообще по-хорошему. Так, ладно. Это тоже сломается. Хотя нет, знаете, стены, может быть, у нас будут даже снежные первое время. Только где мы будем брать столько льда на этот дом? На дом таких размеров? Стоп. Что значит нельзя построить здесь? Так, а вот он, ну чё, Петрович. Он не может быть стеной. Он может быть только... Слушайте, ну это на самом деле даже удобно. Нет, это неудобно. Он... Как... Как знаете, что... Как... Как песок падает. М-да. Плохой материал. Придётся из камня делать. Так. Значит, наш путь лежит вот сюда. Открываем побольше порталов. У нас всё равно скоро четвёртый уровень. И начинаем тут добывать камни. Да, вот он четвёртый уровень. Хитину нам две штуки дали. Землю и нового гномика. Жду с нетерпением. Кто на этот раз? Население выросло и сразу уходит, да? Так, ты кто у нас? Ты у нас Терин. Рыбак. У меня уже два рыбака. В мире, в котором нету ни одного нормального подоёма. Замечательно. Хорошо, давайте нового поселения. Вооружим. Вот тебе кирка, вот этот опор. Что ему ещё может понадобиться? Хитин, кстати говоря, неплохая вещь. По-моему, из него делается броня. Остатки хитинового панциря. Да, что-то типа того. Так, погоди-ка. Кномик надо одеть. У него ботиночки интересные. Зимняя обувь. Неваленькие, но тоже ничего. Понятно. Нам, кстати говоря, запустили таймер. Нам даёт 50 минут на то, чтобы мы тут более-менее освоились. И подготовились к встрече с монстрами. Которые, собственно, очень-очень скоро к нам придут. Ох, замахнулись мы, конечно, на домик. Размерчик его будет. Ой-ой-ой-ой какой. А знаете, что я подумал? А дом-то, конечно, у нас будут границы вот такие вот. То есть мы его в конце концов построим. Но мы также его разделим на несколько комнат. То есть здесь у нас будет первая комната. Да нет, стоп, я не буду так делать. Где-то можно было делать деревянные стены. Что нам нужно для этого? Для этого нам нужно освоить парочку технологий, да? Хорошо, факелы. Факелы делаются довольно просто. Дерево, смола. И то, и то у нас... И того, и того у нас в достатке. Сразу же осваиваем технологию вот. Вот так-то. Ну что, не хватило? Да, слушайте, не хватило одного факела. Серьёзно? Окей, технология освоена. Освещение. Далее. Гвозди, замок и котелок. Гвозди нам понадобятся. Эх, руда нужна. Руда где-то здесь была, да? Да. Хотя нет. Стоп, 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 стоп. Можем? Нет, не можем. Книжка повара. Окей, что-то мне везёт на эти книжки повара. Особенно сегодня. Ох, началось. Конечно. Так, а, я же вам могу портал открыть. Всё верно. Вперёд, ребят. Там и уголь есть, кстати говоря, и много чего другого. Сюда мы начнём, наверное, наше исследование пещер. Ай-яй-яй, что там? Станика-то много сразу было. Новый уровень. Очередной гномик, хитин и шишка. Так, замечательно. Кто на этот раз? На этот раз к нам пришёл Турин. Шахтёр. Ммм, тебя-то мне, кстати, не хватало. На, держи дубинку. Чего у него нет? Топора у него нет. Так, хорошо. Я добыл железо. Должно хватить, чтобы освоить эту технологию. Нет, не хватает. Да ладно. Я же гораздо больше железа добывал. А, вот оно всё тут валяется. Ладно, не притащить рано или поздно его. Интересно, это пещерки, кстати говоря. Так, ладно, отвлекаемся, на самом деле, на всякую ерунду. Нам надо достраивать дом. Причём так довольно быстро. Быстро. Без лестниц мы этого не сделаем. Так. Так, так, так. Угу. Угу. Ой, да ладно, гномик, что с тобой не так? Залезь уже туда. Вот на самом деле будет только одна комната нашего дома. Сам домик у нас будет вот такой. По крайней мере, первый этаж. А там посмотрим, как строить дальше. Эх. Всё равно нам не хватило, чтобы освоить технологию. Нужно ещё где-то железо добыть. Окей, окей. Где здесь есть ещё железная руда? Копаться туда дальше, конечно. Смысл, наверное, есть. Но мне хочется где-нибудь поближе найти. Нет, нигде не найду. Очень жаль. Так, давайте-ка прокопаем вот сюда вот туннель. И наверняка, рано или поздно, мы там наткнёмся на... На железную руду. Так, вот строите дальше. Без этой ветки мы, в принципе, не сможем закончить дом. Потому что здесь и деревянная дверь, и здесь и стены. И, в принципе, всё, что нам нужно. Так, кстати, деревянный люк. Тоже нам нужен. О, наконец-таки. Вот он уже, леска. Сталь нам необходимая. Да ладно. Ну что ты там... Какое препятствие? Давай, копай. Препятствие я там увидел. Знаете, на самом деле, в дальнейшем нам вот такие вот туннельчики, я думаю, понадобятся. Мы сможем под ним проложить железную дорогу. И наши гномики смогут очень быстро перемещаться, собственно, по миру. По этому миру под землёй. Так, портал у них уже открыт. Какая же по счёту ночь? По-моему, третья ночь уже идёт. А домика у нас ещё нет. Ладно. Я думаю, эта проблема скоро решится. Ну, буквально тут осталось. Чуть-чуть. Ты освою технологию? Да, вот она должна была освоиться. Да нет, серьёзно. Ладно, понятно. В любом случае, нахватит руды. Ммм. Книга мага. Да пребудет с вами сила. Как сделать избухи слона и другие заклинания? Замечательно, но... Думаю, до первого посоха нам ещё не скоро. Шахтёр качается. Замечательно. Соберите уголь. Окей, топорик ещё один дали. Так, замечательно. Мы, наконец-таки, можем строить стены для нашего дома. Сколько нам их надо? 12 штучек пока. Нет, не хватит. Ещё две надо. Замок же нужен для двери, да? Как-то про него и забыл. Окей. Окей. Так, понятненько. Нам снова нужна руда. Так, ребята. Вперёд. За работу. Что, у них тут портал работает? Портал ещё работает. Всё нормально. О, скелет. Да ладно. Что произошло? Чего вы туда прыгнули? Ладно, неважно. Так, темно у нас как-то в домике. Давайте-ка сделаем освещение. Костяной факел. Давайте костяной факел поставим. Блин, только один. А нет, 400 раз делается, да. Он даёт такой интересный свет. Немного зеленоватый. Что? Что же тут происходит? Йотти. Так, зарубите Йотти. Это, по-моему, большой-большой кусок ходячего сала. Ой, он сейчас же его бьёт. Вернись. Портал. Блин, сильный Йотти, а? Да, вот у него сало выпало с него. Ох. Так, ладно. Нам надо достроить дом. Всё-таки в конце-то концов. Замок. Так, два замка мне надо было. Да. Вот второй замок. Отлично. Теперь мы можем делать дверь. Дерево-то хватит. Ну, конечно же, нам не хватит дерева. Ожидаемо. Так. Вперёд, ребят. На лесозаготовку. Кого-то ещё в пещерах успели найти. Зарубить. У меня уже есть гномики с низким здоровьем. Это значит, что им надо будет в скором времени поспать. А это значит, что нам надо всё-таки достраивать наш дом. Точнее, не тоже достраивать, а уже строить новую комнатку. Наверное, где-нибудь вот здесь я её построю. Так, а, понятненько, у вас портальчик закрылся. Без строительных лесов это сделать будет, ну, не очень, скажем так, просто. Ах ты, как интересно это дело. Ладно, не важно. Там атака он. Да ладно, что ты делаешь? Я, кстати, забыл даже, как называются эти... Эти существа. У него какое-то было такое непримечательное звание, то, что я даже с толком не запоминалась. Где он? Вот он. Пещерный дух, да. Просто пещерный дух. Ничего более. Понятно. Если я сейчас что-нибудь сделаю, сделаю какой-нибудь квестик, то он не откроется. А, то я сразу же обновил уровень. Эх, не успел потратить ману? Ладно. Шестой уровень. Ещё один гномик. Население выросло. Кто на этот раз? Гимли. Гимли. Охотник. Замечательно. Так, я хотел сделать им мосты. Паречку мостов. В некоторых местах, чтобы они тут не падали. Хотя, этот мост, конечно, это такое. Он, наоборот, по-моему, повышает шанс падения гномиков. Ну, да ладно. Поставим сюда и вот сюда. Так, давайте, ребят. Активнее работаем. Они издают звуки даже, как эти, как гоблины. Так, ладно. Ноник с низким здоровьем. Мы к ним пока не пойдём. Пускай сидят себе там. Нам нужно достраивать домик. Нам нужно сделать кровати. Некоторые мои гномики уже хотят спать. Так, почему ты не можешь строить? Строй, новый. Блин, снежок, конечно, такой идёт. Очень приятный, скажем так. Так, технология освоена. Технология освоена. Замечательно, это всё. Нише немного не до того. Вот он, конечно, засыпает от снега. Ты бы гляньте. Да ладно. А если, допустим, снегопад будет идти, ну, минут где-то, две минуты реального времени, да? То есть нас полностью вообще засыпет тут? Это будет не кстати. Да ладно. Блин, опять снег упал. Смотрите, какие горы там уже образовались на крыше. И сюда падают. Так, нет. Так, наверное. Вот так вот. Новое существо. Так, тихо. Новое существо. С кем вы там столкнулись? Йотти. Опасный. Йотти отлично себя чувствует в любое время дня и ночи в снежном мире. Не позволяйте им собираться в большом количестве возле лагеря. Так, ребят. На помощь. Да, у них тут уже небольшая такая компашка. Смотрите-ка. Да ладно. И что мне с вами делать? А у меня гномики все битые. Никто не хочет с ними сражаться. И двери они сломают рано или поздно. А там еще скелеты идут. ГГВП, короче. Так, ладно. Не ГГВП, конечно. Большой вряд ли к нам в дом проникнет. А маленькие не так страшны. Кровати, в общем-то, нужны моим гномикам. Чтобы они могли спать. Сколько можем сделать кровати? Давайте по максимуму. У меня есть его сколько гномиков? Шесть. Ну, кровати будет пять. Кто-то один будет не спать. Да, в принципе, у меня даже на пять кроватей, по-моему, тут места не хватает. Да, у меня тут четыре. Нет, хватается. Нормально. Так, а можем сделать лук? Нет, лук пока мы сделать не можем. Увы и ах. А то можем сделать броню. Вру. Броню мы тоже сделать не можем. У меня нету шерсти. Дом закончен. Задание выполнено. Совершите дом. Отлично. Наш дом, правда, уже засыпалось сверху. Давайте построим здесь камень, наверное, пока. И я думаю, до утра мы здесь отсидимся. Гномики там как раз-таки поспят. Пока йоте сломают... Эту стенку можно будет... О, нет, они еще и отсюда пришли. Да ладно, вы гляньте, как меня осаждают. За двух сторон сразу. Надо закрыть вот так вот. Ой-ой-ой. Где-то нарушение конструкции. Осадили, сволочи. Так, ладно, давайте попробуем. Хотя нет. Не хочу я ничего пробовать. Давайте утро. Сколько там времени до утра осталось? Мне кажется, утро будет скоро. Наступит утро, убьем... Йотти. А эти пускай... Исчезнут. Граница дома нарушена. В осаде такие сидимки. Туннельчик нам тут не помешает, конечно, где-нибудь вниз делать. Чтоб можно было уйти. Так, вот, отлично. Йотти решил уйти. Но приятели, теперь ты от у меня не уйдешь. Теперь у меня на тебя особые счеты. Чувствую, этот снег будет для нас той еще проблемой. Тем еще гемором. Он, кстати, отхилился, по-моему. Замечательно. Так, ладно, понятно. Короб? Нет, не нужен мне короб. Поставьте дверь. Поставьте дверь и идите спать. Че, никто не будет спать? Тогда идите, бейте. Никто не хочет ни бить, ни спать. Окей. Там еще маленький, кстати, ходит. Ладно. В любом случае, нам надо продолжать строить наш дом. Где-то здесь у меня была граница моего дома. Но, наверное, вот здесь вот я засыпал. Новое существо. Фростлинг. Опасный. Эти маленькие жители ледяных миров не нападают первыми. Будучи отличными охотниками, они промышляют птицерь и зверьем. Не нападают первыми. Ну, я очень рад, на самом деле. Пускай себе там жутые, да. Мы от них избавимся уже потом. Если они сильно будут нас доставать. Но этот снег, это просто, на самом деле, настоящее нашествие. От него будет много бед. Йотти, ты опять ко мне идешь? Что тебе тут надо, приятель? Иди отсюда. Иди гуляй. Давай-давай. Пошел. Отлично. Я тебя как-нибудь убью. Ты у меня в черном списке. Но не сейчас. Короб делать мы не можем. Броню делать мы не можем. Во! Шляпу можем сделать моим гномиком. Хотя нет, тоже не можем. Листьев не хватает. Ладно, и будем пока тратить дерево. Нам оно еще понадобится. А, у меня один гномик, работяга остался, да. У которого нету кровати, чтобы поспать. Да будет тебе кровать. Потерпи чуть-чуть. Строй пока. Пока все остальные отдыхают. Ох уж этот Йотя, он опять идет, а. Да что с тобой не так, приятель? Брысь. Вот мой гномик это спятся, мы тебя убьем. Ты не думай-то, что безнаказанно-то ходишь. Работничек. Как тебя их там зовут? Рафур. Понятно. Понятно, почему для тебя так много работы. Но этот Йотти, он явно чего-то хочет. Вы просто посмотрите на него. Он опять сюда идет. Если нам повезет, можем вообще его запереть в этой комнате и сделать зоопарк из Йотти. Как вам такое? Интересно, а весь вообще мир засыпает снегом? Да, весь мир засыпает снегом. Мне даже интересно посмотреть, что тут будет под конец. То есть, когда мы будем уже заканчивать этим миром. Мне кажется, он будет весь покрыт снегом. То есть, тут не будет таких мест, там где нету снега. Так, Йотти застрял. Замечательно. Мои гномики все еще отсыпаются. Так шлепает, конечно. Неплохо. Серьезно? По-моему, это самый некомфортный дом, в котором я только был. Ох, ты еще один, что ли? Так, ну это вот там и забьем, наверное. А что с него падает? Сало какое-то. Что это вообще такое? Сало? Ну, сало-сало, понятно. Можно употреблять в пищу. Питательность один. Мне кажется, из него можно делать, во-первых, масло, а во-вторых, наверняка он является компонентом для каких-нибудь блюд. У меня на крыше дома растет дерево. Это как? Это вообще нормально? Видимо, в этом мире да. Так, блядь, ты убежал, на самом деле? Ой, да ладно. Не-не-не-не-не, не надо убить. Он тут занял очень удобную позицию на камне, сидит такой, прям всех скидывает. Еще один. Похоже, в этом мире наибольшую опасность представляют вот эти вот джетти, которые приходят каждую ночь и приходят в довольно большом таком количестве. Надоедливые твари, в общем. Так, отлично, можем мы сделать еще одну дверь? Самок? Да, можем. Будет у нас тут еще одна комнатка. Знаете что? Я думаю, достраивать первый этаж нашего дома мы будем уже в следующей серии, потому что сегодня на этом все. Я надеюсь, вам понравилась эта серия. С вами был Кейн. Всем удачи и пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok